General Sound – звуковая карта для российских клонов бытового компьютера ZX Spectrum. По сути представляет собой компьютер в компьютере, схожее техническое решение было применено в приставке SNES. Плата разработанная и производилась фирмой X-Trade в конце 1990-х годов. Также распространялась фирмами и производителями ZX Spectrum совместимых компьютеров NEMA и Scorpion. Позволяла воспроизводить четвертых-канальную музыку в формате MUD, а также оцифрованные звуковые симплы. Параллельно с работой компьютера, не снижая производительность его основного процессора, применялась для озвучивания игр, прослушивания и создания музыки в формате MUD. Устройство General Sound является одним из наиболее сложных устройств подобного назначения для ZX Spectrum совместимых компьютеров. Она представляет собой самостоятельную микропроцессорную систему с собственным процессором, памятью, ЦАП и другими элементами. С компьютером она связана портом ввода-вывода, через который передаются данные управляющей команды. Компьютеру достаточно загрузить нужные звуки и музыкальные композиции в память карты и далее только передавать команды, такие как запрос на проигрывание нужного звука или мелодии, смену громкости, высоты звучания. Возможно также загрузить в память карты музыкальный модуль, запустить на проигрывание, сбросить компьютер и работать с другими программами. При этом General Sound будет продолжать воспроизводить музыку. Карта имеет краевой разъем для установки ее в слот шины ZX BUS, а при отсутствии такого слота может быть подключена к любому ZX Spectrum совместимому компьютеру путем припаивания проводов к разъему и нужным точкам схемы компьютера. Из-за высокой сложности схемы, содержащей около 40 микросхем, и сравнимой со сложностью схемы самого компьютера, General Sound практически не изготавливалась любителями самостоятельно. Кроме того, производители плат намеренно стирали со всех микросхем их название программное обеспечение. Основное программное обеспечение находится в ПЗУ. Карты. Оно обеспечивает прием команды данных от компьютера, воспроизведение музыки и звуковых эффектов. Для карты было написано и адаптировано довольно большое количество программного обеспечения. Среди него, плееры и сборники музыки с удобным интерфейсом, адаптированные версии популярных игр, озвученные для Jazz, редактора RAE FF Tracker, позволяющий создавать музыку в формате MUD, ряд демо-интро, дополнительные возможности. General Sound имеет производительность, превосходящую производительность обычного ZX Spectrum совместимого компьютера примерно в три раза. Также имеется возможность загрузки в память карты не только данных, но и исполняемого кода, который может выполняться в памяти карты. В 2008 году группа NEDOB выпустила новую версию General Sound под названием NEOX, где была увеличена память до 4 МБ, скорость процессора до 24 МГц. Добавлен быстрый интерфейс передачи данных, поддержка формата MP3, интерфейс SD-карты и гибкая архитектура с возможностью перепрошивки на лету. Возможно использование карты не только для проигрывания музыки и звуков, но и для выполнения сложных расчетов. Примеры такого использования. Симулятор микросхемы звукогенератора EVA-8910. Адаптированная версия музыкального редактора. Демо-Зелинг. Технические характеристики. Процессор CELOC-Z80H на частоте 12 МГц. ПЗУ – 32 кБ. ОЗУ – 128 кБ. В базовом варианте с помощью платы расширения увеличивается до 512 кБ вне ОКС. 2 МБ или 4 МБ частота прерываний. 37-5 кГц. Звуковые каналы. 4 независимых 8-разрядных канала с собственными ЦАП. Отправкой данных на ЦАП занимается процессор. DMA режим не реализован. Управление громкостью. 4 независимых 6-разрядных регулятора громкости по одному для каждого канала. Жестко привязанное стерео. 2 канала налево, 2 направо. Ограничение на длину сэмплов. Сэмпл должен быть длиннее определенного значения. Луп в сэмпле также должен быть длинным, иначе BIOS звуковой карты будет тормозить или просто повиснет количество октав 3. Интерполяция отсутствует.